Девушки отдыхают Несчастный случай, я никого не хотела убивать Прелесть моя, я тоже могу устроить несчастный случай Ты не забыла про красные туфельки? Туфельки? Да! Туфельки! Исчезли! Что вы с ними сделали? Отдайте мне их, они там Слишком поздно Они останутся там, где они есть Отдай мне мои туфельки Только я знаю, как ими пользоваться Тебе они не нужны Отдай их мне, отдай Не вздумай, раз она так разволновалась Значит, они обладают волшебной силой Не вмешивайся, глинда А то и тебя достанет Вздор! Здесь твоя чара не действует Убирайся, пока я тебя не раздавила Ну ничего, с тобой я еще разберусь А что касается тебя, моя прелесть Сейчас я не могу разгуляться, как бы мне не хотелось Но не попадайся мне на пути Только посмей И я разделаюсь с тобой и с твоей собачан Вам случалось любоваться матрицей? Ее гениальностью Миллиарды людей живут полноценной жизнью Во сне Знаете, ведь первая матрица Создавалась как идеальный мир, где нет страданий Где все люди будут счастливы И полный провал Люди не приняли программу Всех пришлось уничтожить Приятно думать, что не удалось описать идеальный мир языком Программирование Правда, я считаю, что человечество Как вид не приемлет реальность без мучений и нищеты То есть утопия лишь игрушка, которой до поры тешился ваш примитивный разум Поэтому матрица стала такой Воссоздан пик вашей цивилизации Именно вашей цивилизации Ведь когда машины начали думать за вас Возникла наша цивилизация Так, собственно, и произошел переворот Эволюция, Морфеус Эволюция А люди-динозавры Посмотрите в окно Это закат человечества Мы уже здесь хозяева Морфеус Будущее за нами Я хочу поделиться теорией, которую недавно создал Я занимался классификацией биологических видов И пришел к выводу, что вы не млекопитающие Ведь все животные планеты Земля Инстинктивно приспосабливаются Находят равновесие со средой обитания Но человек не таков Заняв какой-то участок, вы размножаетесь Пока все природные ресурсы не будут исчерпаны Чтобы выжить, вам приходится захватывать все новые и новые территории Есть один организм на Земле Со сходной повадкой Знаете, какой? Вирус Человечество — это болезнь Раковая опухоль планеты А мы — лекарство Вы меня слышите, Морфеус? Я буду искренен С вами Я Этот город ненавижу Этот зоопарк, тюрьму Эту реальность, называйте как хотите Меня просто выворачивает Даже ваш запах Я дышу им Ощущаю кожей вашу вонь И хотя Я знаю, что это глупо Я опасаюсь подхватить вашу заразу Каждый день думаю об этом Забавно Мне нужно отсюда выйти Мне нужно освободиться Я знаю, что у вас есть ключ Он в вашем мозгу После разрушения Зиона я могу покинуть вас Понимаете? Мне нужны коды Я пытаюсь найти Зион И вы мне все по-хорошему Расскажете или умрете Субтитры создавал DimaTorzok Мы бойцы Мы бойцы Бойцы Камиказы Мы бойцы Бойцы Укасима Камиказы Цепляй Мы едем в город с Абинзаков С Абинзаков Мы повезем туда Атбатхолу Атбатхолу Мы повезем туда Атбатхолу Ни лун И вратарим Бойцы 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 Атбатхолу 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 Ни лун Атбатхолу Камиказы ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА И вновь мы отправляем наш боевой конвой в город Топлива за бензаком и на свинцовую ферму за боеприпасами. И вновь я приветствую тебя, моя водительница Фуриоса. Я приветствую вас, мои бойцы полурасклада. Вы обретете вечную жизнь и будете колесить со мной по дорогам в Альгалы. Я ваш спаситель! Мою властью вы восстанете из тепла этого мира! Сейчас она пойдет. Готовьтесь. Готовьтесь. КОНЕЦ Продолжение следует... Не надо, друзья мои, привыкать к воде. Она поработит вас, и вы станете по ней досковать. Продолжение следует... Продолжение следует... Наш питомец не понимает ваш язык. Пошел вон! Он все понимает. Включить конус тишины. Никто не должен узнать. На дороге за мной нет спутников. Никто не узнает про смерть Атрейдесов. Кстати, об этом. Герцог Лето Атрейдес нашему ордену безразличен. Но его наложница под нашей защитой, а значит, и ее сын. Дай им жить, пусть и в изгнании. Дом Харконанов не смеет ослушаться вашего священного приказа. Даю вам слово. Мы их не тронем. Если сын герцога выживет... Они все передохнут. Милорд, вы дали слово ведьме. Она проснает. Я сказал, мы их не тронем. И не соврал. Но Аракис это Аракис. Слабая табыча пустыни. Моей пустыни. Моей пустыни. Моего Аракиса. Моей тюнель. Он идет, мистер Рутон. Это точно он, мистер Рутон. Входи, Супермен. Мой адвокат свяжется с тобой по поводу сломанной двери. Отец, прими у него плащ. Он не хочет раздеваться, мистер Лютер. Говори быстро, где Гаспеллет. Где-нибудь. Все на все мои планы. Я вынашиваю этот проект. Неужели твой мозг только и способен, чтобы рождать преступные замыслы? Нет. Еще и воплощать их в жизнь. Мозг произведен. Старт пошел нормально. Траектория нормальна. Системы защиты от работы. Так. Известно тебе или нет, Супермен, но основную ставку я делаю на недвижимость. Чтобы иметь на это деньги, нужно покупать дешево, продавать дорого. Верно? Верно, верно. Верно. Вопрос номер один. Каким образом в промежуток между куплей и продажей имущество должно подскочить в цене? Вот это Калифорния. Богатейший, самый населенный штат Америки. Я не нуждаюсь в уроке географии, Лютер. Извини, вылетело из головы, что ты везде успеваешь. На чем остановились? На Калифорнии. Калифорния, верно. Вы слышали о разломе святого Андрея? Да. Он соединяет два массива. Линии соединения нестабильны, поэтому время от времени в Калифорнии бывают землетрясения. Великолепно. Даже я не сказал бы лучше. Земля к западу от разлома. Самая дорогая в мире. Сан-Диего, Лос-Анджелес, Сан-Франциско. А по другую сторону незаселенное пространство. Целой мили пустыни, которую приобрела недавно... Лекс-Лютер-Интерпрайз. Ну, назови меня ненормальным, расточительным. Но мне кажется, если 500-мегатонная бомба взорвется в этой точке, то... Калифорния будет уничтожима. Миллионы людей погибнут, а западное побережье окажется... Скинутым в океан. Прощай, Калифорния. Здравствуй, новый западный берег, мой берег. Залифлекса, Лютервиль, Марина-де-Лекс, Оттисберг. Оттисберг? Я взял себе кусочек. Знаете, моя мама... Оттисберг? Ну, очень ей нравится это место. Оттисберг. Хорошо. Не надо, пожалуйста, я стираю, стираю. Ты фантазер, Лютер? Но твои больные фантазии в принципе невозможны. Да, у меня были проблемы. Следовало изменить траекторию, установить новую точку приложения силы. Она, естественно, на разломе святого Андрея. Цель Зиро. Это здесь. У-у-у! Ну, что ты об этом думаешь, Супермен? Интересно? Твой замысел впечатляет, Лютер. Оттисберг. Проверь наблюдательный пункт. Но, к счастью, он так и останется фантазией. Фантазией? Нет, нет. Это история. И она уже происходит. Мистер Змахер! Да, сэр. Где ракета? Над большим каньоном летит, как ядро. Вторая тоже. Вторая? Их две? Да, Супермен. Двойной удар. И даже ты не в состоянии остановить их. А мне стоит только нажать кнопку детонатора и... Где она? Где кнопка? Говори! Ты самый настоящий маньяк. Думал, достаточно спрятать кнопку за свинцом? Я могу без всяких усилий переплавить его. Не трогай! Я рассказал. Это криптонит. Маленький сувенир с твоей родины. Я готов на все, чтобы ты чувствовал себя как дома. Ты был великой личностью в свое время. Но пришла пора платить по счетам. Супермен. И, о боже. Самый настоящий маньяк. Твой банкир. Повесим на шею. Ну, ты даже не знаешь, куда улетит вторая ракета. Почему не знаю? Я вычислил точно. Хайкенсек, Нью-Джерси. Прошу простить. Я должен нас оставить. Надо проследить за порядком. Моей Калифорнии. Подожди. Лекс. Моя мама живет в Хайкенсеке. Мистер Смахер. Кал-Эл. Ты даже не представляешь, как долго мы тебя разыскивали. Так ты и есть, Зод? Генерал Зод. Наш командующий. Ничего, Фаора. Мы можем простить ему незнание этикета. Он не знаком с нашими правилами приличия. Это событие повод для празднования. А не для конфликта. Не для конфликта. Я странно себя чувствую. Слабость. Что это с ним? Его тело отторгает атмосферу нашего корабля. Кларк. Ты всю жизнь приспосабливался к земной экологии, но не успел адаптироваться к нашей. Помогите ему. Я не могу. Чтобы с ним не происходило, вмешиваться нельзя. Кларк. Помогите ему. Помогите. Здравствуй, Каллен. Или тебе больше нравится Кларк? Ведь так тебя здесь назвали. Я был командующим армией Криптона, а твой отец нашим величайшим ученым. Единственное, в чем мы сошлись, это что Криптон умирал. В ответ на мои попытки защитить нашу цивилизацию и спасти нашу планету, я и мои верные офицеры были приговорены к фантомной зоне. Но затем разрушение нашего мира освободило нас. Мы дрейфовали, обреченные скитаться среди руин нашей планеты, пока не стали голодать. Как вы нашли путь к Земле? Нам удалось соединить фантомный проектор с гипердвигателем. Подобный корабль, созданный твоим отцом, доставил тебя сюда. И так инструмент нашего проклятия стал нашим спасением. Мы прочесали старые колониальные поселения в поисках признаков жизни. Но везде находили только смерть. Отрезанные от Криптона эти заставы зачахли и погибли много лет назад. Мы собрали, что смогли. Броню, оружие, даже двигатели модификации мира. 33 года мы готовились. Пока, наконец, не обнаружили аварийный маяк, который ты включил, когда добрался до разведывательного корабля. Ты привел нас сюда, Кал-Эл. И теперь в твоих силах спасти то, что осталось от твоей расы. На Криптоне генетический шаблон каждого, кто должен родиться, закодирован в регистре граждан. Твой отец похитил кодекс регистра и спрятал его в капсуле, которая доставила тебя сюда. С какой целью? Чтобы Криптон снова смог жить. На Земле. Где сейчас, кодекс? Если Криптон будет жить, что станет с Землей? Фундамент должен быть на чем-то построен. Даже твой отец признавал это. Нет. Зот. Я не могу в этом участвовать. Тогда ты разделишь участь Земли. Нет. Зот. Нет. Нет. дайте пройти. Все, конец. Его время вышло. Время шаха и стекло. Вы все к нему присоединитесь. Ни у кого из них нет рабочей визы. Ты проверял? Ты проверял или нет? Да. У вас нет рабочей визы. Сэр. У нас есть визы. Мы снимаем фильм. У вас нет журналистской визы. Это не документалка, это фильм. Фильм чей? Это фантастическая история о войне в другом мире. Вот заметка об этом в журнале. Видите? Арго. Снимается в Иране. Значит, ты говоришь на Фарси? Конечно, говорю. Я хочу снять фильм в Иране. Это та девушка? Фильм? Нет, нет, нет. Это девушка. Выйдите сюда. Подойдите. Это вы? Это она написала сценарий. Это фильм. Нет, нет. Она. Это она? В такой одежде в Иране? В такой одежде в Иране? Нет, я сценарист. Нет, дорогая. Так не пройдет. Шаху конец. Кевин, дай мне наброски. На этих рисунках показано, что мы будем снимать. Злые пришельцы захватили планету героев. Они сражаются за свои семьи и отвоевывают город. Злодеи знают, что герой избранный, поэтому не похищают его сына на восточном рынке. Тогда он и его жена врываются в замок. Народ? Подержите. Народ присоединяется к героям. Они обычные фермеры, но учатся сражаться. Они стреляют по своим врагам. И король пришельцев уничтожен. Когда люди собираются с духом и... Ладно, ладно. Сидите здесь, пока мы не скажем. Ждите, пока мы проверим. Я понимаю. Сэр, позвоните в наш офис. Они вам подтвердят. Знаешь, а мне это напоминает лихие тридцатые. Подождите, мы тут снимаем. Нам нужно пройти в офис. Да я понимаю, я понимаю. Но мы сейчас снимаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заканчивается посадка на из номер 363, Тихо, тихо, ребята, сейчас. Еще раз. Отлично. Хорошо, еще раз. Нам нужно попасть. Освободить площадку. Давайте снимаем. Нам нужно в продюсерский центр. Извините, но мы снимаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прости, приятель, мы засветимся в фильме. Звони моему агенту. Сэр! Студия Сикс Продакшнс. Я могу услышать мистера Кевина Харкинса? Извините, но мистер Харкинс подбирает натуру для съемок за пределами страны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Осмотреть все. Ищите американцев. Они должны быть здесь. Закончилась посадка на риск. 363 до Цюриха. Все в порядке. Нужно отпустить их. Пусть проходят. Можем идти. Отлично. Я звонил в их офис. Все чисто. Хорошо. Оставьте себе. Это подарок. Боро, боро. Подвозь. Подождите минутку. Тут еще пассажиры. Прошу. Здесь никого нет. Они ушли. В комнате разбитая рация. Быстро в аэропорт. Прошу вас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Валет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Живы с дороги! Пропустите! Задержите рейс! Нужно остановить рейс, они шпионы! Проклятье! Открой дверь! Я не могу! Я не могу! Я не могу обезделать! Я не могу! Все подожаривались, мы готовы к следу. Мы решаем, все расширяются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Задержите! Не дайте им улететь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СВИСЕЙР-363, разрешите взлет. СВИСЕЙР-363, вы второй, в очереди на взлет. Дамы и господа, нам сообщили, что мы в первой очереди нам взлетимы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прекланируйтесь! Задержите вылет с ВИСЕЙР! Живо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СВИСЕЙР-363, взлет разрешаю. СВИСЕЙР-363, вас понял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Они взлетели! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дамы и господа, мы рады сообщить, что теперь вам доступны алкогольные напитки, поскольку мы покинули воздушное пространство Ирана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично. Они вылетели. Им удалось. Они спаслись. Да, мы вытащили их. Спаслись. Да. Отличная работа. Получилось. Добро пожаловать в республику Ирак. Добро пожаловать в республику Ирак. Добро пожаловать в республику Ирак. Сегодня мы свершили историю. История начинается как фарс и заканчивается как трагедия. В цитате было наоборот. И кто это сказал? Маркс. Один из братьев-комиков. Позвони в Таймс. Пусть все об этом узнают. ЦРУ хорошие ребята. Канадцы хорошие ребята. Да, нам не жалко. Они тоже. Только они. Вся слава Канаде или заложники могут поплатиться. Большой дьявол не участвовал. Никакого ЦРУ. Это правда, Джек? Я в чем-то участвовал. Мы так же удивлены, как и все. Спасибо, Канада.